Дорогие друзья, вы находитесь на моем канале Хорошего Настроения. Сегодня я нахожусь в Риге, в Кингараксе, в своем районе, в котором прожила 30 лет. Я сейчас живу в Саласпелсе, но мои ноги все равно тянутся сюда, и моя душа тоже. Поэтому я сейчас схожу в магазин, куплю что-нибудь себе, своему котенку, как всегда, какую-нибудь игрушечку. Он же любит, что когда я приезжаю, чтобы я ему что-нибудь привезла. Может, какую-то консервочку ему привезу. И приеду, создам вам ролик. Я в прошлый раз думала про грибы создать, но так как мы встретили аистов, я создала вам про аистов. А сейчас, не знаю, что мне, будете встретиться, то вам их создам. Хорошо? Пошли! Зафиксируем свою машину, что стоит на стоянке, что потом штраф не надо было платить. А то я один раз платила, возле Реми в Саласпелсе. Так что сейчас надо быть аккуратной. Ну, вот так вот выглядит первый этаж магазина Дола. Не знаю, здесь можно снимать, нельзя. Но мы хотим в Реми с сыном пойти. Но в Реми точно нельзя было раньше снимать. Это отдел с творогом. Я хочу себе купить творог, который намазывать на лаваш. Вот, себе такую вот выберу. Видите, какую? Большая такая баночка. Но еще как раз у меня будет на несколько дней. Латвия же славится шпротами. Ну, вот сын говорит, это самые лучшие шпроты. Бери. Ну, вот возьму, пусть в холодильнике стоит. Мало ли, пригодится на всякий случай. Это мюсли. Ну, бери. Сын себе выбрал. Такую пачечку. Ой, я так фисташки хочу. Где тут есть? У нас рассудные салоскусы есть. А тут нету? Ну, так и возьму. А это отдел хлеба. Ну, хлеб нам точно надо. Вот сын уже берет. А я еще думаю, что нам взять. Что мне взять себе? Это вот со скидкой хлеб. Разный, который не продали вчера. Ну, может быть, тоже взять. Ну, да, вот этот вот. Смотрите, всего лишь 39 центов. А что нельзя взять? Возьму. Пускай будет. Пригодится. Ну, в магазин золотоваров я точно не могу не зайти. Я же так люблю своего котенка. Вот видите, что я здесь ему купила. Прикупила. Чтобы ему было весело каждый день. И покушать села. А это я уже подъезжаю к дому. Это уже салоскус. Сейчас загорится светофор. Поворот налево. Я поверну и приеду домой. Покормлю своего котенка. Дам ему игрушки. И создам вам ролик. Хорошо? Дорогие мои друзья, я уже дома. Готова создать новый ролик. Вы знаете, когда я ехала по дороге, мне очень хотелось снять дорогу и показать светофоры, как я еду, какая красивая дорога между Кингараксом и Саласпелсом. Но у меня телефон в такой обложке. Его не поставить там на это приспособление. А в руках ехать и снимать очень трудно. Со мной никого не было. Я ехала одна. И поэтому сняла только на светофоре вам, когда стояла. Вот. А тема ролика. Как раз я хочу рассказать вам сегодня о светофоре, об умном светофоре. Знаете, у нас есть умные счетчики. Наверное, у многих уже сейчас стоят. Помните, мы раньше давали показания электросчетчика. Сейчас не подаем. Это умный счетчик. Я не подаю на воду каждый месяц. У меня тоже стоит умный счетчик. А есть у нас в Латвии еще умные светофоры. Так вот, пешеходов тоже ловят умные светофоры в Латвии, где они установлены и кого штрафуют. Послушайте, это интересно. Для повышения безопасности дорожного движения в Латвии начинают устанавливать так называемые умные светофоры. Delphi Business выяснил, сколько их сейчас в Латвии, где они установлены, штрафуют ли они только водителей или перебегающих дорогу на красный свет пешеходов, тоже могут наказать. А также можно ли оспорить решение светофора. В ближайшее время умные светофоры будут установлены еще в 30 местах Латвии. В нескольких точках они уже активно трудятся, выявляя и фиксируя нарушителей безопасности на дорогах. Также латвийские умники начали активно продвигаться по Европе. Сколько их и где? Первый умный светофор, в котором установлено специальное оборудование ЛМТ, появился в Лепое. Он стоит на пересечении улиц Улиха и Робежу с осени 2019 года. Поначалу он работал в тестовом режиме, а в марте 2023 года весной город подписал договор с мобильным оператором об официальном включении этого интеллектуального решения в систему мониторинга дорожного движения для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения нарушений. В период с марта 2023 года по март 2024 года оборудование зафиксировало 178 нарушений. И хотя в Лепойской полиции самоуправления признаются, что у них нет статистики с количеством нарушений до установки умного счетчика, все же отмечают, в конкретном месте число нарушений и ДТП сильно уменьшилось. Еще один умный светофор в июле этого года установлен в Юрмале. Урегулированного переходного перехода на улице Ленес напротив железнодорожной станции Майери. Так как он начал работать недавно, говорить о количестве фиксированных и предотвращенных нарушений пока рано. Таким образом, сегодня в Латвии реально работают, фиксируют нарушения два умных светофора в Лепая и Юрмале. Неофициально прозвучало, что еще один работал в Риге у Мукусальского ротационного круга, однако из-за ремонтных работ его убрали. В Риге нет ни одного? Что касается Риги, то получить ответы на простые вопросы, есть ли они в столице и где именно, оказалось не так уж и просто. ЦСДД перенаправил в Госполицию, та в Рижскую полицию самоуправления. Там, в свою очередь, ответили, что занимаются только переносными фоторадарами и посоветовали обращаться в Центр управления движения Департамента мобильности Рижского самоуправления. В Центре ответили коротко, в Риге нет ни одного умного светофора. Впрочем, в ходе разговора со специалистами стало ясно. Главный вопрос в том, что называть умным светофором. Только оборудование, встроенное непосредственно в сам светофор, подобные решения действуют в некоторых странах. Или если рядом со светофором установлена камера, фиксирующая нарушения, то это тоже умный светофор? ЛМТ, например, в качестве главного новшества своей смарт-камеры называет ее способной самостоятельно считывать данные. Камеру не нужно подключать к системе управления светофором. Она сама считывает и распознает сигнал светофора и движение автомобиля, а также номерной знак, который хранится в системе. Камера устанавливается менее чем за день и не требует специальной настройки сети. Она работает как в сетях 4G, так и в сетях 5G, поясняет Елинскис. Что такое умный светофор? Умный светофор от ЛМТ состоит из специально настроенного мини-компьютера двух видеокамер с высоким разрешением, сетевого оборудования, креплений и программного обеспечения, разработанного компанией. По желанию заказчика комплектации могут отличаться. Решение комплектует сам мобильный оператор из произведенных в странах ЕС и НАТО деталей. Стоимость умного прибора зависит от того, какие задачи он призвал решать и соответственно от комплектации. Конкретные цены оператор не называет. Какие нарушения фиксирует? Работающие в Лепое и Юрмале умные светофоры выполняют целый ряд функций, распознают и классифицируют объекты, определяют их траекторию и местоположение, распознают и считывают номера автомобилей, а также идентифицируют сигнал светофора. Если говорить простыми словами, то они считывают горящий на светофоре сигнал, автомобиль и его номер. Светофоры фиксируют только нарушения водителей, транспортных средств. Пешеходы не попадают в зону их действия. Можно ли оспорить решение светофора? Информация со светофора передается в Дирекцию безопасности дорожного движения ЦСДД и полицию. Как пояснил представитель ЦСДД Мартинш Малмейстерс, Если светофор фиксирует нарушения, то транспортное средство проверяется в регистре Дирекции, чтобы полиция могла выяснить, кому выписывать административный штраф. Штраф по фиксациям умного светофора, как и любое другое нарушение, можно оспорить в оговоренном законе порядке. Но опыт показывает, что это происходит очень редко, так как в штрафной квитанции прикладывается фото и видеоматериалы, говорит Ялинский иск. Это подтверждают и в Лепайской полиции самоуправление. Любое процессуальное решение можно оспорить. До сих пор было всего 4 случая, когда нарушитель пытался это сделать. Однако оснований для отмены решения не было, отметила представитель Лепайской полиции самоуправления Элва Лубане. Сегодня оборудование ЛМТ используется и в других странах. Например, австрийский город Грац выбрал его для получения статистических данных о дорожном движении в режиме реального времени на одном из самых оживленных перекрестков города, чтобы на основе анализа полученных результатов продвигать экологически чистые виды транспорта и улучшать велосипедное движение. В свою очередь в столице Литвы, Вильнюсе, оборудование будет фиксировать сразу три вида нарушений. На конкретном перекрестке проезд на красный свет, запрещенный поворот и езду по полосе общественного транспорта. Ну вот я вам рассказала то, что хотела рассказать. Я не знаю, интересно вам это или неинтересно. Пока этих светофоров у нас в Риге нету, поэтому для нас это еще новинка и, может быть, кому-то и неинтересно. Но когда они появятся, вы подумаете, что вы уже посмотрели мою статью, мой ролик посмотрели, услышали и скажете, о, я уже об этом знаю. Дорогие друзья, я желаю всего вам самого-самого хорошего. До встречи!